Сочинская Лига КВН в обновленном составе. На сцене Зимнего театра – команды учебных заведений курорта. Многие из них выступают перед широкой публикой впервые, и каждая мечтает пробиться в высший дивизион. Яркие примеры есть. Знаменитые «Утомленные солнцем» также начинали в стенах Сочинского госуниверситета. Я всегда думала, что КВН – это… Ну, пришли и выступили. Но это было много тренировок, много часов репетиций. Мы постоянно в раздумьях. То есть КВН занял, так сказать, нашу всю жизнь. Но это круто. Это очень круто. Пока одни выступают, другие еще репетируют. В команде «Селфи» не только студенты, но и декан юридического факультета. Шутят в этом учебном заведении. Не только студенты. Мы очень любим друг друга, хотели бы пожелиться. Артур, она наша курия. Папа, она не курия. Возник из его родителей. Ну, тогда она точно пьет. Папа, дайте пью. Возьми мне пить. Да? Хорошо, сынок. Разрешите мне один вопрос. Она тебя хотя бы любит? Возьми мне. В Сочи к шуткам относятся серьезно. Веселые находчивые недавно получили от города собственное помещение. И сейчас именно там проходят все встречи творческой молодежи курорта. КВН обновляется. Мы открываем школу КВН. Вы знаете, у нас открылся дом КВН. С Нового года мы открываем школьную лигу КВН, чтобы детишки, более младшие, тоже хотели играть, могли играть в КВН. В составе жюри единственная девушка, бывшая утомленная солнцем Елена Рыбалко. На искрометные шутки каждой команде отводилось не более 15 минут. В итоге кубок главы достался команде «Южная столица» Сочинского госуниверситета. Оценили и творчество гостей. Краснодарская команда из Политеха с любовью взяла приз зрительских симпатий. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ.